всех приветствую мои родные любимые сердце вам дорогие веганы христолюбчики ну и все кто попал на это видео я решил записать ролик ну я поговорю в общем и о политике ну а навальном в частности у нас с вами сегодня 20.01.2021 Навальный уже больше суток сидит в СИЗО в матросской тишине и мне хочется все-таки высказаться я думаю кто меня смотрит кто имеет контакт какой-то в социальных сетях не смогли не заметить в телеграме что я делюсь роликами о Навальном как там что происходит и и вот я хотел бы все-таки сказать мне никто в принципе никаких вопросов не задавал но бывает конечно я отвечаю на какие-то комментарии или комментарии берю за повод для слова для проповеди мы сегодня просто скажу вы знаете по поводу политики в общем сейчас скажу конечно же я не отношусь к тем людям которые говорят я там вне политики просто если если вы замечали что я раньше никак особо так не активизировался в этом плане то просто знаете когда нечего активизироваться особенно в россии слово политика и просто не существует хоть я не знаю просто как в других странах я конечно же вы знаете хорошо знаю бумажную историю кто-то что-то было на самом деле кто знает но бумажную историю я знаю на самом деле конечно все времена от начала первых песен сотворения всего и людей господом и богом все одно и то же ничего нового под него конечно не происходит наверху всегда правят абсолютно алчные жадные коростолюбивые лживые тщеславные не имеющие ничего святого люди это факт потому что человек и причем это видно по их жизни и их делам вот может быть редко есть в истории ты встречаешь там показывает президент какой-то страны который там в трамвае ездит живет в обычной квартиры это редкие какие-то мелкие там страны не знаю как туда попадают люди это знаете какой там 1 1 1 характеристика человека его далеко не красит ибо человек призван быть совершенным без всякого пятна и порока да как там я вот помню кто знает этот патриарх болгарский по моему или какой-то павел по моему который такой обычный такой маленький мужичочек он уже ставим стариком был показывать фотки делал просто он ходит по улице патриарх в обычной старой там этой монашеской мантии пола в болгарии или по прошлому в прошлом веке каким там года правил я не помню то есть но это всем известно то есть делают репосты там всегда его как бы знают да вот таких людей но это редкость это я говорю там всяк в принципе там не стяжатель не факт что он там не лжец да даже то же самое или не деспот человек может быть жестоким быть бедным и жестоким да то есть все это понимаете поэтому когда человек правит кем ты должен быть цветы когда господь при сотворении мира и человека дал власть человеку господствовать над всем миром он подразумевал сотворив человека по своему образу подобию что будет что любить и заботиться а это должен делать только бог значит должен быть как бог а бог есть святость бог есть абсолютная благость радость и любовь человек должен быть таким поэтому там люди должны быть самые лучшие и человек видно по делам и конечно же когда ты смотришь ну мне 38 лет так скажем сознательной жизни на которую мы стали смотреть там на политику но мы уже в школе стали интересоваться таким вещам 10 11 класс уже там обсуждали закачивая школу 99 год то есть вот этот кризис 98 кто помнит когда все в 10 раз там подскочила вот мы жили при этом кризисе 10 11 класс 10 и 98 год и как сейчас помню мы уже пили курили да поэтому уже все там актера всех этих политиков уже перед перетирали им кости одиннадцатый класс это уже здоровая убыль в 16 лет я поступаю в институт устраиваюсь на работу на свою первую грузчиком и мужа живу абсолютно автономно так скажем независимо сам себя содержа и имея право голоса да уж сам себя уже обеспечиваю ему уже взрослые ребята ну понятно многих кто учился там не работали нигде родители содержали но у меня такого не было счастья да ну и слава богу да потому что я вырос тем кто я есть и получается если даже взять 9 класс мне было ну 13 лет сейчас мне 38 25 лет из них 20 лет я прожил при нынешнем президенте так называемом но это не мой президент я его никогда не выбирал никогда за него не голосовал никогда не за год не голосовал ни за какие вот эти вот депутатов этих которые сидят там в московской думе или там оттуда откуда я родом в воронежской области вернее оговорюсь один раз я голосовал сейчас я об этом расскажу это и было 18 лет когда я получил патчпорт ну патчпорт тогда уже стали получать 14 лет но право голос ты человек начинал иметь с 18 мышь по моему меняли там или в 21 меняли паспорт я чуть не помню это не суть важно это я так что-то вспоминаю я помню что паспорт я тоже в 14 по моему получил или в 16 я помню застал я уже была старше этого я счет не ладно не суть не важно не все это не помню помню что паспорт конечно был 18 можно было голосовать когда там следующий про смена паспорта я не помню уже было и я пошел голосовать мы обсуждали все это тоже 18 это значит третий курс института мы это все активно конечно же мы уже стали взрослыми людьми так скажем я работаю не первый год учусь в институте ровесники такие же не важно что им там родители кому помогают многие не работали спокойно не многие основная масса конечно вот ну по крайней мере из моих имеют друзей так называемых и мы все это обсуждаем вы знаете в тот день когда я проголосовал то были поместные выборы в местную думу в нашу воронежскую и вечером а некоторые ребята конечно даже те кто так скажем не постоянно не работали но все равно и даже родители некоторые были более-менее так с деньгами то что-то давали на карманки многим давали ровно больше чем я зарабатывал своим горбом но некоторые все равно где-то подрабатывали там тоже пытались и вот одни из ребят поехали на эти выборы как вот эти смотрители там набирали же студента всегда вечером сидели там как всегда припевали картишки шахматы все там играли нарды там все это в подъездах зимой это зима была как сейчас помню где там еще сидеть то но иногда в дом в квартиру заходили друг другу родители так нормально к этому относились и ребят все приехали когда все рассказали как там был после этого я никогда больше в жизни не голосовал все они рассказали все что там было а пьянки все эти выборы все вот эти смотрины все это просто тупо пьянка куча водки до соседних кабинетах неважно что эта школа там какая-нибудь администрация какое-нибудь здание всегда в кабинете куча водки закуски там к концу дня там уже ели кто ноги тащит и лыком воротит все рассказали они видели все эти подмены причем нам было по 18 лет у нас небо и мы друзья одной компании никто там друг друг друга не зомбировал не вербовал не обманывал закадычные друзья были просто рассказывали все как есть то есть я передаю то что мне говорили лично друзья да и когда они все это рассказали как все там это просто все что бюллетени были вот так на помойку просто выкинули и запихнули целыми пачками и как они там сидит сажа сажались и галочки ставили точно такую же копию делали все это вбрасывали после этого больше никогда не голосовал вот 38 лет мне сегодня 20 лет прошло так скажем с 18 но и 25 лет я считаю более-менее сознательной жизни начнем с 13 я больше никогда не голосовал бессмысленно голосовать ты никого не выбираешь по моему марк трен или кто сказал если бы мы могли имели право голосовать и право выбора выборов бы не было и существует то потому что ничего не за кого мы не голосуем никого мы не выбираем это иллюзия свободы как сказал другой некто великий что нет большего и лучшего рабства чем рабство рабов которые мыслят о себе что они свободны и это вот из этой все серии и поэтому мы живем перед тем как живем пять лет получать вот это сознательной жизни мы прожили уже при алкоголике и пьянице ельцине да при котором всю страну уже разворовывали да несмотря на все его крики там путь сколько за несколько он также людей обманул да и что все тоже шли за него до против коммунизма теперь давайте за свободную странную что человек за первые четыре года его срок был он просто тупо спился просто тупо тупо спился человек стал алкашом самым настоящим я вообще не знаю как тоже взрослые люди все это терпели выносили был позорище страны как он там ссал на колесо самолета на деле выйдет из него к делегации все их видео полно в интернете это же смех вообще страной правит алкоголик это же вообще алкоголик который не может верность кто на меня смотрит значит что я христианин наверху большими буквами написано я никого не осуждаю иисус запрещал судить на смерть иоанн креститель прямо обличал ирода который взял жену брата своего из-за этого целые конфликты возникали страдали люди потому что один брат другого шел войной и так далее знаете прекрасность что иисус точно также обличал всех властимущих за то что они творят беззаконие мы не осуждаем людей на смерть иисус запрещал осуждать людей на смерть поэтому когда к нему привели привели женщину взятую в прелюбодеянии и даже по религиозному закону моисея иудаизма она должна была быть убитым через забиение камнями иисус этого не сделал не позволил ее судить на смерть но обличал иисус налево и направо всех и близких и родственников и друзей и учеников и уж тем более всех и религиозных и нерелигиозных лидеров почитайте евангелие даже то даже то которое до нас дошло поэтому ни в коем случае не осуждаю все что я говорю это правда доступно каждому в интернете никто не сможет предъявить за клевету что вы не найдете ролик в интернете где ельцин сыт на колесо самолета я думаю я конечно не искал можно все по удаляли но это все в открытом доступе я даже видео есть не просто фото я не знаю может повырезали дабы дабы не порочить честь человека от раньше было по центральному чуть ли не телевидим тогда ты youtube и как такового не было но были разные уже появлялись каналы так скажем независимые и все это показывалось человек не мог связать двух слов за как его выбрали на второй срок я вообще не понимаю но в принципе он в общем-то явил себя и на втором видим первый еще ему так мы там так марафетит лицо не зря иисус грыл лицемеры до что наверняка уже спиваться начал в первом но все это тщательно скрывали у нас же да вот так чтобы не позорить человека да смотри на свои грехи чем не стоит на свои грехи я не занимаю верховную должность и не бухают до куматоза ты имеешь право обличить человека если ты эти грехи не делаешь и указать ему на его беззаконие а если этого делать не будем мир погрязнет просто во тьме кстати к теме сейчас о навальном до его расследованиях чем он занимается вообще за что сейчас судят человека и приносит ему страдание более того уже сделав попытку убить его я думаю что ролик будет не без интересного все равно не знаю кто там как политики и вот по поводу политики можно ли к ней относиться до типа я вне политики человек не может быть вне политики политикой вообще наш мир это часть нашего мира да если вы такие супер монахи монашки там которые якобы вне политики так уйдите в пещеру тогда а что же вы пользуетесь тогда всеми благами так называемым но благами в кавычках государства благом вряд ли можно здравом уме назвать вот но мы же этим пользуемся пользуемся как-то вне жизни ты что не платишь за свет который тебе в три дорога продают или там за газ или еще за что-то да не тебя не разводят это же самое государство да не штрафует эти менты там дпс-ники разве тебе этого не делают все делают незаконно вымогает у тебя деньги да все делают и поэтому конечно же вне политики быть невозможно и вот по поводу меня конечно же глядя на то что происходит после того вы заметите 18 лет один случай мне достаточно был чтобы просто разочароваться в этом деле да и все понять больше никогда не голосовал я понял что это все ничего вообще не меняет вообще ничего вот мало то что я узнал об этой грязи все внутренне да и мы понимаем что ничего вообще не меняется туда люди попадают не потому что их выбирают да и по поводу поэтому я к политике как отношусь как как я отношусь если я не могу ничего изменять а что я могу поменять но если появляется на горизонте кто-то кто может вы знаете вся говорил я всегда защита встану на защиту слабого причем вот я христианин вега конечно при мне бьют человек кто знает я проповедую что весь этот патриотизм это все от дьявола да но при этом понятно что трупожорство от дьявола да что не любовь к человеку это все от дьявола вот это вот насаждение ненависти ко всем народам который идет и в россии там в америке в европе всем демонизируем другой народ да и другое государство государства в плане да у тех действительно демонов которые сядут на верху и это понятно это надо не демонизировать опрос не демонизировать а просто показывать правду что они творят вот и все и люди сами увидят тьма это или свет не надо врать того чего нету или додумывать и да и не надо умолять то что они творят наоборот тогда все будет просто честно и понятно да а по поводу людей обычных то они очень часто демонизируют демонизирует все это государство демонизирует всех людей которые там живут это далеко не то америка европа азия север восток юг и какая угодно страна света нашего анали все одинаковые там люди там есть и добрые хорошие честные простые люди и веганы и невеганы но при этом я проповедую абсолютно абсолютную человеческую святость которую он должен достигнуть естественно на моих глазах происходит беззаконие одного человека относительно другого или там живого существа я становлюсь сюда на защиту слабого именно поэтому я сейчас распространяю тоже ролики о навальном его даже решил записать свой ролик и вот по поводу навального вот человек да он потом вы сами не будьте его историю рассказывает в частности сейчас он занимается уже давно вот этими расследованиями что он показывает показывает беззаконие власть имеющих да то как они нечестно зарабатывают деньги свои граби народы да вот укач делает своем и заключение выводы ну неважно он предоставляет факты реальные расследования самое настоящее от которых отвертеться открутиться зачастую очень сложно он подтверждает там документами съемками видео фото материалами да любой человек который смотрит может эту информацию адекватную проанализировать что проверить если идут какие-то ссылки на источники и сделать свои выводы за что его преследует за что его даже сделали попытку убить понятно кто его заказал не будем показывать пальцы на самого высокого человека в стране попытка провалилась тоже понятно какова голова такого и так и такое тело до после неудачной попытки его уничтожения его сейчас сажают да за что понятно повод найдется всегда если бы у него правда были навальный понятно в моем понимании как веган христ христианина ему далеко до святости я сейчас об этом буду говорить в том плане что это что он так скажем проповедует это можно всегда так и от слова потреблять неважно к религиозного нет человеку конечно это не сделает нашу страну лучше вы думаете что россия завтра станет прекрасным царством на земле нет конечно сейчас я об этом расскажу в принципе проповедь навального можно уместить практически в одно слово и от этого люди не станут лучше жить так скажем или относиться друг другу но вы знаете то причем я вот в 38 лет прожил 20 лет при нынешнем президенте его организованные преступной группировки из петербурга это что хуже что ли будет когда там если даже тоже зам навальный станет президентом да нет конечно да намного лучше не станет ну хуже уж точно не станет мы все хотим на этой земле жить хоть сколько хоть сколько мы живем до того пока прах возвращается оттуда откуда он был взят нам хочется жить нам не хочется сталкиваться с коррупкой с коррупцией тупостью бессердеть чем там в органах власти в органах управления государством да а ведь она потому что там такие же сидят тупые бессердечные люди и все это с головы их нее донизу и мы от этого всегда страдаем поэтому знаете защищая даже сейчас так скажем навального реально я буду его защищать там в таком плане даже этим своим роликом выпуская в его поддержку я защищаю всех вас себя и всех других возле ближнего как самого себя у меня нет к себе ненависти я хочу жить в нормальной в любом случае человеческих земных условиях до этого не будет иисус не говорил что мы не должны ничего делать а сложив лапки подняв их к небу до лежать и не дергаться вот и поэтому когда просто на горизонте появился человек до в своей пусть области делающие что-то хоть что-то я естественно и расстановлюсь на стороне слабого у нынешней власти в россии нет никакого права убивать людей как это сделали с иисусом религиозной власти посредством причем мирской власти заметьте не думать что я навального иисусом нарекай но при этом какая разница кто меня слушает кто истинный христианин познал истину вы прекрасно знаете что иисус и не только своих учениках говорил любой всякие страдающие за правду страдать за истину страдает за бога в частности навальный все страдает за правду когда там начинают там с иисусом нельзя сравнить иисус сказал чтобы мы все были как он это как раз честь и радость для человека для любого если его действительно сравниваться иисусом по делам его жизни и страдание за истину любого человека любовь к человеку как бы не проявлялась а навальный именно к людям проявляя таким образом любовь стараясь разоблачить до злодеев грешников этих абсолютно упавших на дно ада людей он проявляет свою любовь к людям причем делами как это делал иисус и хоть он вот именно себя не исповедка христианин в этом да у него есть схожесть мы все от бога мы все дети божьи в нас все природы мы все боги как сам иисус сказал и дети всевышные все мы а дети должны поступать так как их родитель и по поступкам их узнаешь навальный сейчас творит благое дело за что его сажать узнаете какой беспредел с ним творится во первых прежде что человеку неоднократно пытались убить в последний раз это было доведено до крайней степени как он то что он рассказывал что действительно по всем потом симптомы теперь понимаешь что неоднократно тогда травили когда им с женой было плохо несколько раз ему вот эта попытка была почти удачной но не удалось потому что убить человека популярного не так просто все вот эти химические оружиями тяжело тоже управлять поэтому они очередной раз лоханулись потому что руки у них из одного места растут они даже убить не могут человека слава богу и он выжил с того света вернулся человек человек вернулся с того света его сажают его бросают за решетку это что за беспредел это и раньше все прекрасно знают то что все эти сказки вот это нынешней власти там якобы каком-то там процветание том что надо еще немножко потерпеть в стране в которой эсэмэсками действительно это мэм не мной конечно придумано сейчас ничего нового не скажу в стране в которой на салюты выделяют деньги на всякие фейерверки гирлянды миллионы долларов из бюджетов из всех всех городов но по телевизору эсэмэсками собирают там на больных людей детей там не важно пожилых людей или даже любых инвалидов там взрослых мы все это с вами видим что за страна такая это не страна абсурда и дебилизма тупости и безжалостности вы думаете там вы спросите любого этого так называемого их так чествуйте там этих ветеранов великой отечественной войны вы ему скажите ему этот дерьмовый салют ваш нужен или помочь ребенку ради которую якобы они умирали ради светлого будущего он скажет отдайте весь этот салют есть этот дерьмовый парад который вы устроили бряция этими атомными и другими видами оружия уничтожающими жизнь отдайте это ребенку чтобы эту жизнь наоборот и здоровье ему дать а мы у нас пир во время чумы итог слепой не видит у нас больницы переполнены они там особенно трупажоры все об этом стонут вегана то и раз сто лет его сли в больницу затянешь там зубки полечить вот и все его медицина два дайте все это у нас что в больнице все вышли что ли людям деньги не нужны у нас одни пируют ура кричат и веселятся улыбаются другие плачут за стенами этих если там вообще кого-то лечат они калечат да нафига мне этот дерьмовый салют он недаром не нужен да отдайте в эти деньги пенсионерам пусть она силу лишнюю булку купит до шоколадкой сверху положит до до бананчиком который она никогда в жизни не видел прикусит что за абсурдность идеология кому это все нужно это это безумие так вот к навальному чек сажают и мы все молчим молчать нельзя надо высказываться надо делиться конечно на муж всем тоже достанется я вот сижу записываю не знаю может завтра тут полицая дверь постучаться у нас же полицайское государство я не хочу жить в полицейском государстве я хочу жить вот у меня есть моя собственность пусть он там за забором стоит они же беспредельщики узаконенный беспредел у нас убийство животных узаконили ради чрева ради веселья для охоты это вообще вообще узаконили вольер на охоту мне папа говорит ну ты живешь в этом государстве я говорю мне до лампочки я живу на своей земле я не живу там государстве ты меня здесь родил это моя земля у них нет права на меня и на те места где я ступаю своими ногами причем я где ступаю не подписываю себе до права собственность на каждое место я хожу по этой земле но у меня должна быть свой кусочек земли не 100 гектаров как у миллиардеров 10 20 30 соток 50 для большой семьи это нормально это и принадлежит ему это никому больше не принадлежит я говорю 400 дебилов в госдуме бессердечных узаканивают вольер на охоту я папе своему говорю мы с ним как-то закусились за эту тему я говорю это не мои государи я их не выбирал я говорю и видя когда не принимают такие законы это тупые бессердечные люди ягра они мне не указ я их не выбирал я бежать не собираюсь из этой стороны это не их страна это вот земля на которой ты меня родил это моя земля я никому ничего не должен и тогда надо было родить меня выкинуть меня тогда выкинул бы меня в другую страну ты же меня здесь родил это моя земля мне до лампочки как называется эта страна где ее там территория заканчивается для не нужны их не оружие атомные бомбы я ни от кого не прячусь ни от кого мне не надо защищаться если надо я приму мученическую смерть как принял ее иисус от дебилов и злых людей и бессердечных помраченных умом я бессмертен я мне бояться нечего но бежать я никуда не собираюсь я здесь родился ты меня здесь родил это моя земля у них нет права ни на что на меня я ничего не должен они не мои господа я них не собака они управляющие как иисус рассказывал притчу их назначили кто народ якобы их назначает они должны давать отчет о том как они управляют как иисус рассказывал притчу об управляющем дай-ка отчет в управление твое как мы видим тот управляющий в притче иисуса затрясся за свою жизнь и здоровье господин ты может оказаться и не особо милостивым эти беспредельщики все до лампочки полицейское государство мне она не нужна я его не убирал я не хочу устроить мне не нужна в моей стране мне не нужна не армия не полиция не росгвардия мне ничего не надо пусть весь мир сюда едет пусть селиться китайцы американцы на дружить со всеми проповедовать любить мне не нужны они навального сажают мы все молчим что он делает плохого как за какой из добрых дел я словами иисуса и евангелия буду выражаться побивайте его камнями за то что он ваше все гнилье поднимает наверх за это вы его сажаете что-то у меня такое ощущение что нынешний президент и вся его пг питерская кончит также как не знаю может это сравнение не очень удачно но как царс как к царь николай его до шайка сто лет назад ровно в царской россии кстати время как раз кругленькая дата подошла ну правда она уже перевалила но вот не знаю я пророком не хочу быть и я им зла не жила я естественно но глядя на навального понимаешь он кровавый бунт поднимать вроде не собирается именно поэтому я сейчас за него я не не смысле кончит я желаю ему этого нет я надеюсь люди не дадут такого безумия до какого дошли сто лет назад до убивая своих господ нет мы должны мирным протестом перестать голосовать за этих упырей сам настоящих вся эта госдума там же одни конченые бессердечные люди я услышу что они выпускают это вообще это просто шайка прихлебаев ненавидящих людей ненавидящих реально не людей не животных вся их не защита животного этот валуев там сидит с такой головой вот с таким кулаком как три моей головы тук-тук откройте весь интернет завален его фотографиями на охоте как он убивать животных этот человек знаете какую должность занимает узнайте глава там какого-то министерства по защите животных человек которым окружен на фотографиях трупами убитых беззащитных живых существ не хищников убивают и хищники так называемые они на вас не нападают вы их убиваете просто так перевернутый мир я что говорю неправду я что оскорбляют человека да весь интернет завален твоими злодеяниями ты сама себе свидетельствуешь своими фотографиями на фоне трупов беззащитных убитых животных голова вот такая мне рассказывали про него и кулак как три головы моей иди на стройку тогда мешки таскай зачем они вообще себя в думе дума у них и мозгов нету в этой голове человека нет мозгов он убивает беззащитное живое существо они уводят законы вольверные охоте животное загоняют на территорию 20 шагов и просто тупицы на них охотиться это что это мое государство дать не мое государство мне эта власть даром не нужно пусть он все вещают на рудники действительно там работают тогда руками если головы нету на стройку пусть идут а подсобники всегда в цене за 1000 рублей в день не за миллион в день так что вот так вот по поводу навального поэтому опять же несмотря на то что я сейчас за него так топлю если он завтра поднимет кровавый бунт я буду против него до кровавый бунт нельзя поднимать я 20 лет ни в каком голосовании не участвовал но если действительно это умное голосование заработает я знаю что мой голос будет не украден я может быть вот в этом году будет в туму скоро там не за горами президентский выбор если он доживет до них да если их на виллы не посадят я уж и да я не знаю мысль такой договорился вода что я кончить не потому что я ему желаю потому что люди могут действительно люди у нас тоже конечно и внизу без головы и скажи фас они могут разорвать поэтому печальность конечно это будет на наших глазах такого не должно быть номер нет мирный протест должен быть у нас когда иисуса спрашивали даже на суде и били в лицо он не подставлял другую щеку в том понимании как очень часто это интерпретирует иисус отвечал мирно отвечал и спрашивает кто ты он отвечает его бьют он в ответ человеку проповедует за что ты бьешь меня если не прав скажи в чем я не прав вот меня можно взять ролик посадит сейчас законов понавели ничего говорить нельзя ты сразу какой-то там иностранный агент ты сразу против власти конечно я против я против беззакония а почему я должен вас по головке что ли гладить ничего вам не должен полицаи придут я скажу идите своей дорогой я вам ничего не должен такого быть не должно вот откуда во мне вот это все потому что это праведный гнев праведный да это ревность об истине и ненависть к злу мы не должны потворство и зло я по поводу навального конечно он не веган он не христи вот я веган христианину садуста как и может быть навален у меня кумир так он и не кумир я вам и говорю что и я я не считаю что даже когда придет навальный вся его идеология в принципе сводится к тому что я сейчас упомяну еще одного человека многим известного жак фреско кто знает его проект как он там и уже забыла давно его не смотрел так когда ты что там сто лет назад смотрел как он там называется то к сожалению навальный ошибается в том плане что он думает что победив коррупцию так скажем и пусть он даже найдет людей не алчных которые готовы просто работать за одну зарплату помнить как в бриллиантовой руке вы знаете его джак фреско кто помнит его проект венера вспомнил как он называется и вообще его идеология я тогда всем не кто скидывал про жака фреско я того хорошо я посмотрю кто знает меня я всегда изучаю очень хорошо человека человека там блогера философию какое-то учение я так моя жизнь сложилась я могу себе это позволить там по времени и во все всегда вникаю вот жак фреско я когда сколько вот а тоже прослушал пересмотрел перечитал все что он там это все его весь этот проект он ошибался в корне это до всем кто потом не пытался переубедить что это как какая-то великая философия великий проект что надо его реализовывать я тогда всем говорил будучи вот именно христианином знающим историю от сотворения мира я говорил что он забывает об одной простой вещи он 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 в корне кто жак фреско может просто слышал но не знает я вам скажу его идеологии было одни в одном предложении выражусь построена том что если все будут в изобилии вот в благости все хорошо все есть вот живем ни о чем не думаем ешь пей веселись душа моя как по павлову да то есть не будет да не коррупции кучи понятно что если высвободиться все деньги которые идут от войн это все понятно проповедует там да люди не буду да вот это не будет этого антигосударственной травли что мы не должны какие государства делиться ну разные мы вообще вот это русские вообще все надо убрать это вообще чисто территориальные но даже этнос есть чернокожие белокожие краснокожие там рыжей кожи даже этнос надо все это убрать там разность языка говорения действительно русский язык и держится за них да я бы выбросил давно на помойку этот язык если мне сказали что мы сможем со всеми людьми говорить на одном языке что было от начала сотворения и когда вот эти вот патриоты православные там католики протестанты я между еще верующие люди считают патриоты этот красивый могучий русский язык да хрень на него этот русский язык да я бы все продал бы лишь бы мы с людьми со всеми на одном языке говорили и вася понимал бы джона да а света мария вот к чему надо стремиться они могучие языки и русский язык вцепиться в него как бесноватые да кому он нужен человек выше всего да я лучше бы на одном языке со всем миром общался всю эту литературу пушкинскую да все можно перевести на любой язык который 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 решим сделать одним целым было не было бы как-то все говорили при сотворении мира на одном языке и ничего без красивого могучего русского языка толстого вы не переведете он сам говорил что моя война и мир самое бестолковое произведение которое написал в жизни до став действительно настоящим можно святым человеком веганом до исповедующим любовь к людям ему это произведение сказал выкинуть его на помойку ягод ни об одном дня не пожалел бы об этом ведь самая бестолковая книга которую я написал с ней там насуется господи с этой войной и миром обычная романишка на самом деле он самого так называл по поводу навального поэтому конечно же предположим что навальный приходит к власти виде там президента да и вокруг него там какая-то команда люди появляются раз появится до кто захочет к нему поближе быть когда сейчас когда человек до в аду живет я не сидел где-то там ну правда в юности приходилось побывать там эти каких-нибудь автозаках как там называют вытрезрителях забирали нас причем забирали когда нам даже 18 лет не был против закона вот я представляю что там на зоне творится в сизо в этих вообще человек там не сидит незаконно и незаслуженно он ничего не сделал достойного этого ничего не сделал того чтобы его убивали убивать вообще никого не имеем права там христиане сидят православные вас наверху все там теперь со свечками у них коммунизм так нет бога все капитализм сразу побежали все свечки стать лицемеры лицемеры эти лицемеры правят в думе в этой нет никакой оппозиции власти ручные псы своих хозяев вот они кто там вся оппозиция и по поводу навального еще раз да никак не к нему не доберусь и что вот же и вот навальный в принципе у жака фреско это было навально в принципе та же самая политика вот оба себе почитаю но нам читал очень умный человек до навальный как жак фреско он думает что человек становится святым так скажем вот из-за изобилия а я про жак фреско когда мне говорили до смс не закончили всегда людей этих неважно там они знающие библию историю сотворения земли и всего что на ней людей я говорил слушайте в раю люди пали в раю и это каждому читающему там библию христианскую тору еврейскую знакомо да более того об этом многие говорят и другие учения и мировоззрение религиозные религиозные все эти вся эта история сохранилась даже в народах там какой для этих племен джунгли амазонки я грубо люди-то пали в раю вы понимаете это ничего не изменит идеология жака фреско она в корне своя абсурдно так скажем она уже история так скажем пройдена бог создает человека абсолютно правым бог человек он не верующий он богохульник более того кто слушал жака фреско он конечно там издевается вот вы знаете как я отношусь и библии дело не то что там над библии он издевается как раз над мировоззрением зачастую при том что и желает людям счастье хочет вот такой вот царство божие на земле но если вы послушайте у идеология она абсурдная и корень его абсурдности это играл он жизни так и не понял казалось бы он дожил там до 100 лет по моему да таким старичком он умер буквально тоже вот недавно вот я говорю вот я смотрю на него вот вроде умный человек а истина не понимает можно иметь обладать гениальным просто умом как я все равно быть и быть злым то есть быть стать злым гением жак фреско не злой гений он гениальный человек с одной стороны да но истина познается любовью он так и не понял что истина это есть любовь а любовь она при при любом даже испытаниях и ади она остается любовью и любовь себя все подразумевает это что ты не не все в себя пихаешь когда ты любишь ты все отдаешь поэтому на этой земле но иисус правильно сказал люби ближнего как самого себя себя мы тоже любим нам каждому хочется нормальный домик небольшой нормальную землю сколько мы сами можем обрабатывать зачем нам дворцы ты не способен его будешь даже убрать по воскресеньям что женщина что мужчины у кого есть дома квартиру то знает что уборка целый день занимает когда ты своими ручками делаешь никогда на тебе там сто рабочих уборщиц пашут если бы человек жил только но об этом жак фреско тоже вот он как бы говорил что каждый должен иметь столько сколько он может потянуть это идеология всех умных людей всех времен и всех народов да ты потреблять столько сколько ты можешь я кто знает подвязался вообще с одним сумарем с одним рюкзаком на на плече и библии несколько лет скитался до проходя путь познания истины сейчас кажется у меня там домик есть господи 40 квадратов да я рассказываю как я хочу сейчас расстроить опять только с той цели чтобы организовать здесь общинку чтобы люди могли как перевалочную базу сделать это нужна комната людям нужна нормальная кухня для нас для всех я может быть одновременно смогу вмещать там ну не знаю такой дом отель может быть в котором ну человек 20 одновременно может остановиться соответственно кухонка будет такая большая то есть это не не для меня все планируя там и бассейны какой-то может быть сделать люди будут летом приезжать с детьми дети мог покупаться поиграться это же это естественно если я для себя для одного там делал это все да это можно было сказать жир я не для себя делаю мне это не все не надо я могу вот жить наслаждаться жизнью вон у меня речка шикарная поселился где я это тоже делаю из любви чтобы кому-то дарить радость и и вместе этим пользоваться породному человеку это ничего не надо сколько ты сам для себя покупаешь для этого дома там инструмента но ты им раз попользовался какой купил там эту какую-то стамеску сейчас очень тонкий разный инструмент тебе все это не нужно да это надо все но опять же ты раздал то буш опять сам покупать покупать то дорого а вот другое дело чтобы мы вы жили там вот государство ты пошел и взял зачем тебе столько всего вот и поэтому конечно же идеология навального только то в принципе как бы у нее все сводится к деньгам хоть ты тресни он сам возможно неплохой человек я не могу о нем суть как человек что мне друг я увижу только через объектив камеры как и мы все зачастую друг другу это причем не частную жизнь общественную деятельность вот я же не знаю какой он человек вот поэтому конечно же нет он говорит конечно яка о принципах о каких-то близких мне как человеку стремящимся и проповедующим совершенством конечно он говорит там и аморали так скажем да обо всем этом вот но опять понятно что деньги вы помните самому самому иисусу дьявол предлагал их в пустыне да это корень помните даже павел конечно сказал корень всех зол сребролюбия да это так оттуда все это гниль все идет и беззаконие да мне куча денег куча власти да он напился сбил кого-то опять от этого откупился дальше живет до куча денег она порождает одно за другим там это безнаказанность власть вот это и конечно же безусловно поэтому я понимаю что навальный не станет каким-то там спасителем для россии но вы знаете жить за 100 и за 100 это смерть но все я живу 20 лет за 100 и как и вы все кто живет при нынешнем президенте в россии просто застой мы 20 лет назад собирали по я помню по телевизору объявляли то дач не был таких телефонов конечно смс но я помню как были рекламные ролики тоже собирали и там и детям больным вы все это все знаете прекрасно по радио по телевизору были такие сборы постоянно тогда конечно сложнее было переводы но люди делали сборы были все это было прошло 20 лет ничего не меняется хотя изменить можно достаточно быстро кто знает я по жизни пол своей жизни трудовой проработал управляющим тоже в разных таки областях сверх чуть в разных должностях даже как я рассказывал антикризисным управляющим это вообще беда это когда ты приезжаешь в предприятие в котором задницы задницу которую в которую ввели именно сотрудники но не признающим аналогию не не видите да там же все невиновны тоже наверху что мы мы дает машина да и вот ты такой вот предприятие должен вытащить из задницы вы знаете это это ужасная работа вот и вот именно такому человеку там вот если там путин был бы нормальным не из наоборот из этой шаги не лучшим представителем в кавычках этой шайки а наоборот действительно каким-то там манделлой да или кем там угодно сравнивать вот и он бы действительно пытался сделать что-то лучше тогда может был посочувствовать то что это адская работа но так как этот он этим не является человеком то тут конечно вот я уже сказал конечно если навальный превратится в ленина или сталина да это я сам буду такие же ролики записаны важно что я сегодня за него топлю я не в ответе за грехи человека которую совершит в будущем я вижу сегодня он в беде я вижу что сегодня он нуждается в защите то есть в любви наши с вами да вот потому что у тех нет права убивать человека до затыкать ему рот когда он говорит правду это очень важно понимать и это никому из нас не имеет права делать а делают с ним слушайте это делают с человеком уже популярность которого просто за ошкаливает его признали во всем мире лидером оппозиции признали во всем мире не 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 в бангладеша где-то там или в конго африке до или на мадагаскаре нет его признали лидеры как это говорят мировых экономик давайте так скажем это странно какие америка европы все страны почти он с ними стал чаще здороваться за руку чем до наш так называемый несменный лидер вот так вот и пусть меня хоть смотрит 10 человек я хотел такой ролик записать с вами поделиться я считаю что мы не должны молчать а навальным надо распространять ролики самим не боятся такие вещи говорить если вы понимаете суть жизни и истины маликает нет не осуждение это говорение правда я сегодня в ролике не сказал ничего что есть в публичном доступе там про валу его про путина или еще кого-то про ельцина это все в открытом доступе пожалуйста смотрите это же правда правда нельзя обижаться за правду нельзя тем более судить человека убивать человека сажать человека это правда это грех а пока я начинается с признания в грехе если б я при ельц не занимался тем чем еще занимаюсь я по объект не записал бы такой же ролик как часы про путина говорю да человек который стоит и рассып на колесо самолета на делегации по пьянке еле еле стоя на ногах может быть он услышал бы это сам не понимает что он творит злодеяние грешит человек может стать мозги мы говорим людям правду правду абсолютно навальному нечего вменить там может до каждого человека можно до колебаться но ему нечего вменить того за что его можно убить либо посадить это уж точно и навальный на самом деле это реально единственная кандидатура почему я за него топлю опять игру потому что у нас не за кого топить за кого за жириновского будьте голосовать как за президента это обычные псы своих хозяев сейчас за оскорбление ввели статью вот услышь такое от меня а что не правда что да иисус сравнивал людей с собаками и свиньями это же так и есть просто цепные псы и просто театр театр для нас разыгрывают как для дебилов никакая не оппозиция они никогда не против чего не выступают но максимум ему разрешают это мы думаем что это он такой нет это разрешают чтобы сделать иллюзию то что они будут каждый день просто им подлизывать но у людей закрадется мысляет вообще оппозиции нет поэтому она иногда может с грозным лицом пошуметь да и а сделать все наоборот они говорят одно делает абсолютно другое посмотреть на их дела иисус говорил человек судится по делам как дерево по плодам за кого за зюганова будем голосовать мало то что это уже ходячие мертвецы сколько им лет за кого за ней голосовать так как в америке там выбирают среди к горит двух старичков так и здесь но смех тоже до опыт жизненный и ум нужен конечно 20-летнего человека нельзя ставить президенты но и которым уже до седые волосы на плечо сыпется с вообще что на голове осталось о чем тут речь вообще уж моя молчу про то что они несут они молчу вот именно говорю за кого голосовать то за кого голосовать в эту думу они всех своих протаскивают вот этих вот бессердечных идиотов которые принимают подобные законы у заканивают убийство заканивают полицайское государство ты не имеешь права вообще ничего договорить имеет право каждый человек это дано ему от бога все и . конституция одна перепишут другая в мы будем защищать животных ага после вольер на охоту вы будете защищать час все бросили валуев побежал защищать ага с пистолетом на перевес и с ножом в зубах побежал он защищать все это это смех посмотрите вообще что творится сергий романов вы знаете о нем тоже не высказывался хорошо в этом ролике скажу понятно православный я понимаю что несет он полная хинея и проповедует людям конечно же ерунду православные вообще не христиане но они не имеют права вот эти вот его же которых они сначала на руках носили своих патриарх а то вы не видели кем он был десять лет назад да вы выбирали его сами же основная масса и сажает его какими руками еще и руками полицаев сажают рпц руками полицаев сажает своего неугодного проповедника восставшего против них как вам такое а сколько уже поубивали немцова там это же заказные убийства в центре города череп разносит из пистолета это же вообще пипец закрывают всех кого не только можно травят закрывают стоит и государство что ли кто это такие люди то это конечно пипец пипец так что да закончим на рпц все-таки посмотреть на рпц кибер поп чуть-чуть слова оговорился про ленина все срезали головин стал неугоден срезали сейчас это вот качева который лежит срежут георгий этого максимова срежет все равно что они по духу такие немножко бунтари и все равно пытаются где-то хоть и лживую но где-то и правду скажут да их за это подрежут всех абсолютно осипов этого подрежут то может конечно так и будет ли затем до последнего я не знаю но у кого хоть есть это божественная искра правды до который способен говорить то что он думает их всех подрежут причем подрежут как мы видим либо своими руками их просто всех выкидывают до боль того меня удивляет когда них медленно доходит их выкидывает они еще я чадо православной церкви ну ну какой-то церкви чадо православный это православная секта тебя разжевала и выбрала да как что-то ненужное и вредное ну потом до них дойдет я надеюсь я так иногда редко посматриваю там я муж фамилию не помню что у них там творится то так какие-то в голову всплывают кого-то там еще там каждого сейчас 2 секунд потому что интернет потому что свобода надолго ли непонятно конечно все это у нас когда все это под себя подгребут людям надо проповедовать свет и любовь причем так скажем и снизу сверху да и на всех этапах конечно и мы не мы никогда не сделаем мир лучше с мы сами не изменяйся конечно каждый сам на своем месте должен качественно исполнять свою работу неважно кто ты дворник чиновник на частного ты работаешь на государственную организацию если ты их я буду за для меня слова христианин святое одно и слово одно и то же слово если христианин ну или пусть вот именно людей света многое неисповедующих так называемых христианство тем более то блеводское христианство которым подают православие католики протестанты до лживая псевдо христианство который ничего общего с жизнью учения сус христа не имеет и даже не осудишь этих людей почему я говорю полно людей в мире светлых и добрых которые этот блевотину просто принять не мог ну и в общем-то понятно почему да потому что никто говно есть не будет а у них это видимо сразу они это видят да какой нормальный веган примет вот это вот христианство в котором проповедует убийство узаконенное убийство животных религиозными лидерами сектами узаконено убийство живого существа оправданно более того в добродетель записано ахахах адам с евой делали до каин савелем делали до патриархи делали до пророки делали да смотри какая красота давай мы будем резать и убивать даже так благоуханна богу приятное благоухание богу с молитвой будем горло им резать да во славу божью какая прелесть до нормальные веганы основная масса настоящих веганов я не беру зоживцев или зоживца веганов это для меня полу веганы такие непонятно на какую половинку конечно вот она арма настоящие веганы которые веганы это люди проповедующие исповедующие проповедующие но исповедующие живущие исповедующие проповедующие любовь ко всему живому божьему творению хотя они так не называют их а просто живыми существами имеющими сердце и ум да они посмотря вот на такое псевдо христианство примут его конечно нет и слава богу потому что их сердца распаханы как и можно проповедовать о христе о бессмертии как они разве примут это а любви к людям если вот такие вот люди до нещадно режут глотки вот так вот ну ладно на этом все такой вот мой ролик я даже не знаю какой значок еще для видео сделаю ну что-нибудь сделаю да так что не будьте так называем вне политики или еще что-то да мы не сделаем мир от супер лучше я как христианин прекрасно знаю что было от начала творения и прекрасно знаю чем все это закончится но при этом мы мы должны что-то делать сам бог сошел на землю зная начало и конец и творил добро и мы должны это делать до хоть и конец времен и не за горами неизвестно сколько до него 100 200 тысяч лет но при этом сегодня мы должны творить добро и жить в максимально нормальном мире так что вот так вот все будьте честны и светлые ничего не бойтесь конечно за истину придется страдать это печально за такие ролики я могу по шеям получить сейчас в интернет все ты не имеешь права все это говорить так перед новым годом наш тупая дума таких законов по наклепала что берегись теперь не знаю чем все это закончится конечно да тем более вот мы сами все это мы я сам себе свидетельствую пожалуйста все теперь будет записано в архивчике у них хранится да может завтра не предъявят через годик предъявят через пять лет может и популярным будешь на тебя там все потом тебе все я сегодня сколько хороших слов о них сказал все пришьют потом а что я сказал не правда абсолютная правда и я не буду стыдиться этих слов не стыдится не отнекиваться будут судить за правду пусть судя за правду я не боюсь пострадать за истину потому что если соль перестанет быть солью а свет светом мир погрязнет во тьме ну